Это отражается на внешнем виде, на коже, на общем состоянии. При проявлении симптомов глютен лучше исключить на время. Напрямую влияет на нашу микрофлору, гормонального сбоя и бесплодия. Молочные продукты – это тот же сахар. Здравствуйте, я Наталья Тарасевич, дипломированный диетолог, нутрициолог, специалист здорового образа жизни, член Национального общества диетологов. Большинство болезней и неприятных симптомов мы ощущаем из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта. Также доказана прямая связь влияния кишечника на мозг, на наш иммунитет, а также развитие таких заболеваний, как депрессия, альцгеймер и аутизм. Хорошая слизистая, правильная кислотность и здоровый микробиом – это дружественные бактерии, которые заселяют наш кишечник. Это здоровье, энергия и хороший иммунитет. Чтобы быть здоровым, нужно следить за тем, что мы едим. И поэтому сегодня мы разберем продукты, которые вредны для нашего кишечника. Если что-то не так с нашим желудочно-кишечным трактом, это отражается на внешнем виде, на коже, на общем состоянии организма и также проявляется дефицитными состояниями. Если у вас сухая или жирная кожа, выпадают волосы, есть нарушение менструального цикла, вы часто болеете, также у вас есть сильная тяга к какому-то определенному продукту, у вас отсутствие энергии, вы постоянно уставший, есть нарушение желудочно-кишечного тракта, вы испытываете неприятные ощущения в виде вздутия, тяжести после приема пищи, есть запор или молочница, то это повод обратить на внимание работы вашего желудочно-кишечного тракта. Сбалансировать ваше питание и сократить продукты, которые вызывают воспаление. Это сахар, молочные продукты, алкоголь и глютен. Глютен – это группа белков, которая содержится в семенах злаковых растений, ячменя, ржи и пшеницы. По факту это клейковина. Глютен добавляет, например, в выпечку, создавая эффект воздушности и пушистости. Глютен можно найти во многих продуктах. Это и соусы, и загустители, полуфабрикаты. Также глютен добавляют в косметику и даже в лекарства. Он плохо влияет на стенки кишечника, провоцируя воспаление, и клетки кишечника начинают плохо усваивать питательные вещества и также витамины. Это ведет к недомоганиям, дефицитным состояниям, развитию аллергии и аутоиммунных заболеваний. Стенки кишечника покрыты ворсинками. Они подвижны, и с помощью них мы усваиваем питательные вещества. Когда мы едим глютен, эти ворсинки склеятся между собой, образовывая один единый комок. Этот процесс провоцирует воспаление и проницаемость кишечной стенки. Молекулы пищи начинают проникать в кромоток, и наш организм реагирует на эти молекулы как чужеродные, и начинается аутоиммунный процесс и аллергии. Непереносимость глютена есть у минимального количества людей, хотя за последние 50 лет эта цифра увеличилась. Глютен можно есть при здоровом кишечнике, но при проявлении симптомов, которые я озвучила выше, глютен лучше исключить на время. Мы ограничиваем хлебобулочные изделия, макароны из традиционной муки, полуфабрикаты, колбасы, сосиски, такие крупы как овес, ячмень, пшеница, и также манную кашу и кускус, потому что это та же пшеница, только имеет более мелкие фракции. Выбирайте крупы без содержания глютена. Это гречка, амарант, кинуа, булгур, необработанный коричневый рис, Сахар напрямую влияет на нашу микрофлору, подкармливая патогенную микрофлору, а также бактерии и грибы, например, грибы типа кандида. Мы начинаем видеть всю симптоматику, которая описана выше, и если это не устранить, то может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до гормонального сбоя и бесплодия. На примере гриба кандида. Наш организм может спокойно жить с ним в симбиозе. Он нужен нам для утилизации углеводов. Но когда углеводов становится слишком много, мы начинаем переедать булочки, сахара, пить газировку и усугублять вредными продуктами, еды для гриба кандида становится очень много. И он приходит из условно-патогенной флоры в патоген, и начинает вредить нашему организму, проявляя все опасные и неприятные симптомы. Сахар также влияет на агликацию. Он склеивает молекулы коллагена, кожа начинает терять тонус, быстро стареет, появляются высыпания, прыщи, целлюлит, а также варикоз и геморрой. Молочные продукты, это тот же сахар, они содержат лактозу. Для того, чтобы нам ее переварить, нам нужен фермент лактаза, который вырабатывается в нашем кишечнике. Физиологически заложено так, что с возрастом у нас перестает вырабатываться этот фермент, и может развиться лактазная недостаточность. Также лактоза, это тот же сахар, который действует как обычный сахар и кормит нашу патогенную микрофлору. Содержащийся в молоке казаморфин, это пептид, который оказывает на человека свое влияние, и мы начинаем чувствовать сонливость, устаем в течение дня. Например, если вы позавтракали каши с молоком, то к обеду вы уже уставший. Фруктоза, это тоже сахар полиполезный, он содержит витамины и клетчатку, но все должно быть в меру. Вы не должны съедать килограмм мандаринов или килограмм яблок за день. Суточная норма, это 200-300 грамм в сутки. Это 2 мандарина или 2 яблока. Алкоголь повреждает нашу слизистую, он меняет количественный и качественный состав нашей микрофлоры. Снижаются лакто- и бифидобактерии, и также увеличивается рост патогенной микрофлоры и грибов. С точки зрения фармакологии, алкоголь это депрессант, который постепенно гасит и влияет на нейроны головного мозга. С точки зрения метаболических процессов, алкоголь утилизируется печенью, также это токсин, и он нарушает углеводные обмены. Поэтому, когда мы принимаем алкоголь, мы не чувствуем чувство насыщения, а утром мы всегда хотим очень сильно есть. Нужно понимать, что нет такого продукта, который является волшебной таблеткой для здоровья кишечника. Убрав вредные продукты, мы можем смягчить симптоматику, но нужно подходить к комплексу. Убрав вредные продукты, заменив их на полезные, клетчатку и пробиотики, а также поработать с нашей кислотностью для усвоения пищи. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на канал и будьте здоровы вместе с Дал Здоровье!